Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Дата установлена в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для людей, относящихся к данной категории, в Прииртышье создаются условия для благоприятного досуга и не только. Одной из организаций, где жители региона могут получить поддержку, является специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих людей Павлодарской области. Более детально в материале Рината Абдулкаюмова. В следующем году специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих отметит своё 50-летие. Сегодня учреждение обслуживает и инвалидов-колясочников, а также членов их семей. Информация для читателей предоставляется в доступном для них формате – звуковом и рельефно-точечном книге по системе Брайля. Руководит библиотекой Жамал Кингжибекова. Она рассказала, что до своего трудоустройства учреждение являлось её активным читателем. Я работаю с 2007 года. В принципе, всю свою трудовую деятельность я проработала здесь. Почему я выбрала работу именно в библиотеке? Потому что я являюсь сама инвалидом по зрению. С 90-х годов являлась читателем этой библиотеки. Для посетителей специализированной библиотеки созданы максимально комфортные условия. Незрячие и слабовидящие могут воспользоваться тефлотехническими средствами – тефлокабинетом, где проводится реабилитационная работа, а также попросить библиотекаря прочитать тот или иной материал. Между тем, библиотека оснащена звукозаписывающей студией, благодаря которой удается компенсировать ограниченное количество литературы в рельефно-точечном формате. Руководитель специальной областной библиотеки для незрячих и слабовидящих Жамал Кинжибекова рассказала о главной миссии организации. Представь, что ты попал в страну слепых. Лишь ты один из всех способен видеть, как объяснить необъяснимое для них, как рассказать и не солгать, и не обидеть. Вот именно в этом заключается миссия библиотеки. Мы должны предоставить информацию, мы должны помочь человеку, потерявшему зрение, приспособиться, адаптироваться. Одним из последних достижений учреждения является сотрудничество с Московской библиотекой Михайлова, имеющей самый большой электронно озвученный ресурс для инвалидов на территории СНГ. Рината Булкаюмов, Юрий Белевский, Ерта Сакпарат.